Не секрет, что начинающий водитель вместо левого поворота предпочитает делать три правых поворота. Ну а что? Какой-то смысл в этом есть. Наматываются дополнительные километры, увеличиваются часы самостоятельного вождения. Но все-таки, так ли опасны для новичков те самые левые повороты? Урок для новичков и не только. Если кратко, то все левые повороты выполняются по одному единственному сценарию, одному алгоритму. Первое. Двигаемся до середины перекрестка. Если есть встречные автомобили, останавливаемся, пропускаем, контролируем их. А если имеется светофор, то контролируем и его. Когда светофор остановит встречный поток? Вот два объекта внимания, которые мы держим в поле зрения. Встречные автомобили и светофор. Ни на что другое внимание не распыляйте, не отвлекайтесь. Проехали встречные, начинайте двигаться. Покидайте перекресток. Не забудьте про пешеходов. У них преимущество. А если вы стоите на середине перекрестка со светофором, а встречный поток нескончаемый, тогда вам подсказка светофор. Зеленый горит, встречные едут. Зеленый начинает моргать, встречный начинает останавливаться. Мы этого и ждем. Переводим взгляд со светофора на автомобили и вычисляем, кто из них проедет последним. А кто тормозится, подчиняется светофору. Получается, меняется светофор. Задание глазам переводить взгляд на встречные автомобили. Задание ногам убирать тормоз и начинать плавно и очень медленно трогаться. У вас нулевая скорость. Если кто-то внезапно понесется, вам ничего не стоит прекратить трогание, пропустить проныру. Но надо внимательно следить за дорогой, со встречными автомобилями. Со светофором мы разобрались, поэтому взгляд в сторону встречных автомобилей. Необходимо быть уверенным, что они тормозятся во всех, без исключения, рядах. Бывает и такое. Два ряда гасят скорость, а из крайнего, скрытого от прямого взора, кто-нибудь летит. Вы его не видите. И он вас не видит. Впрочем, не мудрено, если он и светофор не видит. Он когда-нибудь с кем-нибудь столкнется, но не с вами, если вы будете внимательны. Двигайтесь потихоньку и не упускайте из зоны видимости встречные автомобили. Особенно контролируйте свободные, не занятые ряды. Вот и вся наука. Первое, доехать до середины перекрестка. Второе, контролировать встречные автомобили и светофор. И третье, одно из двух событий. Либо нет автомобилей, либо меняется светофор. Вы должны, третье, тронуться и покинуть перекресток. В последнем случае, если вы трогаетесь по светофору, контролируйте, что все идет по сценарию, и автомобиль останавливается. Сами долго не стойте. Ну и не торопитесь. Двигайтесь спокойно и держите в поле зрения встречный поток. Вам будет время отреагировать, если что-то пойдет не так. Любой левый поворот всегда выполняется по одному и тому же сценарию. Не бывает такого, что на одном перекрестке надо делать так, а на другом по другому. У вас всегда одни и те же действия. Разница только в середине перекрестка, которую вы занимаете, когда останавливаетесь. Вот тут надо поподробнее. На обычном, стандартном перекрестке мы со встречными не пересекаемся. И это называется разъезд с правыми бортами. Это самая типичная, стандартная траектория движения. Где-то вот здесь останавливаемся. Но я бы посоветовал вставать вот так, а руль держать прямо до последнего момента. Обязательно держать тормоз. Закручивать руль в самый последний момент, перед началом движения. Почему? Наверное догадались. Если будете стоять с выкрученными колесами. Или вот так. То в случае удара сзади, а достаточно совсем легкого удара, вас вытолкнут на встречный поток. Последствия будут очень тяжелыми. Достаточно вспомнить любимого всеми актера Юрия Степанова. Который, будучи пассажиром, трагически погиб именно в такой ситуации. Но не будем о грустном. Про стандартную траекторию поговорили. Где и как останавливаться, разобрали. Три действия. Середина. Смотреть на встречный светофор. И уехать. Уяснили. А теперь несколько нестандартных перекрестков, которые нет-нет, да и встречаются на пути. К примеру, так называемые смещенные перекрестки. Здесь логичнее разъехаться левыми бортами. Кстати, правила не определяют, какими бортами мы обязаны разъезжаться со встречными автомобилями. Тут логично разъехаться так. Поэтому двигайтесь до тех пор, пока не увидите свою полосу, куда вы собираетесь далее ехать. Увидели свою полосу, останавливайтесь. Пропускайте встречные автомобили. И смотрите на светофор. Все как по обычному сценарию. С той разницей, что середина перекрестка для вас будет другая. В другом месте. Встречные, в свою очередь, будут поворачивать сзади вас. Понятно, что можно запереть замок. Хвост нашего потока может перекрыть движение встречному потоку. Который, в свою очередь, перекрывает движение нам. Тут, кстати, постарались те, кто выехал на перекресток при наличии затора. Нарушение пункта 13.2 ПДД. Поэтому вам, когда начнет меняться светофор, придется искать любую лазейку, чтобы покинуть перекресток. Вы этим разрулите ситуацию на перекрестке. Пытаться разъехаться стандартным способом, правыми бортами, себе дороже. На перекрестке образуется неразбериха и полный хаос. Да, и не лезьте на перекресток, когда стоит на левом повороте достаточное количество автомобилей. Это затор. Еще интереснее левый поворот на таком смещенном перекрестке в этом направлении. Итак, вспоминая наш алгоритм. Первая задача. При зеленом сигнале светофора заехать на середину перекрестка. Если мы встанем вот так, то мы перекроем движение встречному потоку. А ведь мы не должны создавать помеху тем, кто двигается сюда. И где нам их пропускать? Где мы им не мешаем? Здесь? Ну хорошо, встали. Пропускаем. А их много. Когда они закончатся? Когда поменяется светофор? Меняется светофор, и нам бы начать движение. Ведь вы специально ждали красный свет, чтобы встречные встали. Красный горит, а мы не имеем права двигаться. Поперечное движение вовсю идет. Стоять до следующего зеленого, чтобы все повторилось? Ну и сколько мы так простоим? Стоять здесь, при зеленом сигнале светофора, смысла нет. Закатываться сюда нельзя. Ну а как быть? Давайте вспомним наше действие на стандартном перекрестке. У нас была задача доехать до середины перекрестка и встать, пропуская встречные. Чтобы затем разъехаться правыми бортами. Это на стандартном перекрестке. Запомним. До середины на своей стороне. А теперь давайте перенесемся на смещенный перекресток. Найдем у него середину. Середина проезда части этой дороги. А вот середина проезда части этой дороги. Тут они пересекаются. Значит, мы должны быть на своей стороне проезда части, но встать до середины. Вот здесь. Любопытная траектория. Нам надо налево, но мы должны сделать вот такое контрсмещение. Смещение в противоположную сторону. И это будет правильно. Вот она, ваша середина. Далее по обычному алгоритму. Смотрим на встречные автомобили и на светофор. Нет автомобилей. Или начинается меняться светофор. Двигайтесь туда, куда хотели. Налево. По сути, мы ничего не меняли в перечне наших стандартных действий. Лево поворота. Весь алгоритм выполнен. Разница только в середине. Где и как вы были обязаны встать на этой середине. Она была особенной. А в остальном действие обычное. На таком перекрестке с двумя пересечениями проезжих частей разъезжаемся левыми бортами. Что-то подобное мы уже сегодня проходили. Давайте посмотрим на проезжие части. Это одна проезжая часть. На поперечной улице две проезжие части. Одна и вторая. А вот пересечения. Их здесь два. И вот такие левые повороты мы обязаны выполнять только по такой траектории. Это оговаривается правилами. Пункт 8.6 гласит С пересечения проезжих частей мы обязаны выехать так, чтобы не оказаться на стороне встречного движения. Этот пункт опровергает в интернете несколько псевдоюристов части разворота. И их особо ярые почитатели, которые никак не хотят ездить по установленному порядку. Объясняет, что это неудобно. И никак не хотят смириться, что разворот это два левых поворота. Понимаю, это неудобно. Но на потолке тоже спать неудобно. Одеяло спадывает. Первых еще можно понять. Они зарабатывают на некоторых неозвученных терминах ПДД. И успешно защищают своих клиентов в судах. За деньги, разумеется. Хотя прекрасно знают, что люди без их помощи лишаются прав до полугода. Ну, кого это волнует, если есть возможность на них заработать? Заплатят? Значит, будут с правами. А речь идет про разворот по малому радиусу. Нельзя так делать. Нельзя. Если вы двигались вдоль разделительной полосы, в данном случае газону, то вы обязаны двигаться по дальнему радиусу. С первого пересечения перекрестка вы не имеете права выезжать на левую сторону. Если вас не останавливали до повес, не наказывали, и вы не вняли данную установку, ну что ж, флаг вам в руки. В случае разбора ДТП ни один из уважаемых вами юристов не оправдает вас в суде и не сделает вас невиновным. Даже при отсутствии сплошной линии посередине перекрестка. Все встречные автомобили со своих разрешенных для левого поворота полос обязаны в своем левом повороте двигаться так, чтобы не оказаться на стороне встречного движения. Им сюда нельзя. Только на свою сторону. На сегодня все. И удачи всем на дорогах.